И сейчас. Вчерашнее видео, вчерашний поток сообщений чуть ли не вторым и 24 февраля по эмоциональному накалу, да, и потому как вся Украина подверглась массированной атаке. Так что звоните нам в конце этого эфира на телеграм-аккаунт собака TVRainCall. Нам важно услышать вас и поговорить с вами. Ну и кроме того, хочу сказать, что нас в Ютубе смотрят 28 тысяч зрителей. Пока что вы поставили всего 3000 лайков. Я думаю, это совсем несложно, нажать большой палец вверх. Все для того, чтобы эту трансляцию увидели как можно больше зрителей. Так работают алгоритмы Ютуба. Так что не поленитесь поставить лайк этому видео, и тогда тех, кто следит за честными новостями, будет больше. Ну и кроме того, не устаю вам напоминать, что вы можете поддерживать работу Дождя по ссылке, которая есть в описании к трансляции на сайт TVRain.TV. И очень просто. Там все способы задонатить дождю. Ну, потому что мы работаем только благодаря вам. Идем дальше. На Урале появились сообщения о погибшем в Украине мобилизованном. Евгений Безяев улетел из Екатеринбурга 2 октября. Уже через неделю появились сообщения о его гибели. При этом родственники делают взаимосключающие заявления. До конца не ясно, при каких обстоятельствах и вообще погиб ли Евгений Безяев. Алексей Коростелев разбирался в истории мобилизованного уральца. Леш, тебе слово. Да, Лер, привет. Вот так выглядит Евгений Безяев из Краснотуринска, Свердловской области. Сотрудник подразделения компании «Русал», как сказано на его странице ВКонтакте. Накануне, около полудня по Москве, паблик «Подслушанно Краснотуринск» написал, что Евгений погиб. Его мобилизовали, по всей видимости, в конце сентября. А 2 октября местные паблики сообщили, что Безяев и другие мобилизованные сели в самолет в Екатеринбурге, в аэропорту Кольцово и отправились якобы в Ростовское областное учение, а тут должны были они поехать в Украину. Куда отправили Безяева и других мобилизованных, доподлинно неизвестно. Да и в целом, погиб он или нет, тоже до конца не ясно. Вот, например, сегодня о его гибели написало издание «It's my city». Екатеринбургское издание, журналисты ссылаются на его родственницу Анастасию, а позже появилось сообщение, что Безяев не погиб, а получил ранение. Об этом сообщило уже издание «Вечерний Краснотуринск» со ссылкой на мать Евгения. Но через час это сообщение издание удалило. По сути, все первоисточники стерли свои сообщения после публикации, только издание «It's my city» этого не сделало. Одно вначале протестировало родственницу Анастасию, а потом уже цитировало сообщение «Вечернего Краснотуринска», которое, в свою очередь, ссылалось на мать, говоря о ранении собственного сына. То есть сейчас нет достоверной информации о том, что произошло. В «Вечернем Краснотуринске» так объяснили тот факт, что они удалили заметку из социальных сетей. Пост попросила удалить жена Евгения до уточнения информации в военкомате. Как сообщила жена, мама Евгения не обладает достоверной информацией. И как такового подтверждения или опровержения гибели еще не было. Ждем каких-либо официальных данных, так как информации очень много, и она вся разная. Мать не обладает достоверной информацией, но кто же ей должен обладать? По идее, это должен знать военкомат, погиб Евгений или нет. Сегодня мы туда позвонили. В военкомате сказали, что у них подобной информации нет, и никаких у них списков погибших не имеется. Обращаться нужно либо на горячую линию Министерства обороны, либо в 32-й военный городок Екатеринбурга. Именно туда отправляют мобилизованных в Свердловской области на обучение медицинскую комиссию. Хотя в 32-м военном городке не всегда люди проходят медкомиссию. Кстати, именно там выступала группа Агаты Кристи перед мобилизованными. Причем нельзя сказать, что сотрудница военкомата, когда разговаривала с нами, была, ну так скажем, хотела что-то от нас утаить. Наоборот, она всячески помогала с поиском информации, назвала несколько телефонов горячей линии и назвала в том числе телефон военного, собственно, дежурного полка 32-го военного городка. И мы по этому номеру тоже позвонили, и там молодой человек, дежурный, тоже, в общем и целом, решил помочь в поиске информации. Нету его ни в списках трехсотых и двухсотых. Но это в мобилизованных списках, да, вы смотрите, он мобилизованный? Да, мобилизованный, добровольных и военнослужащих, офицеров, прапорщиков, контрактных. Правда, перед тем, как произнести вот эту вот информацию о том, что Евгения Обезяева нет в списках раненых, то есть трехсотых, и в списках погибших, то есть двухсотых, он куда-то отходил на пару минут, но, возможно, просто сверялся с теми данными, которые у него есть. Нельзя достоверно утверждать, что дежурный полка ответил честно, но, тем не менее, информация, это единственная официальная информация Обезяеве. О его гибели сначала рассказал городской паблик, потом некая родственница Анастасия, мать и жена то ли путаются в показаниях, то ли находятся под давлением, ну, как иначе объяснить просьбу удалить заметку из здания вечерней Краснотургинск. Вообще, сам город находится, Краснотургинск я имею в виду, на севере Свердловской области. Краснотургинск и соседний Карпинск, по сути, один город, граница между ними формальная достаточно, и, судя по всему, мобилизованных этих двух городов не разделяли после мобилизации при отправке в пункт сбора. Вот видео, которое появилось в одном из местных пабликов с мобилизованными Свердловской областью. Победа за нами! Нельзя сказать, где это видео было сделано. В России, на территории, может быть, какого-нибудь полигона в Ростовской области, куда, возможно, отправляли мобилизованных из 32-го военного городка. Кто эти люди? Тоже непонятно. Они в Балаклавах и идентифицировать их практически невозможно. Но это видео опубликовали, в общем, официальные издания «Вечерний Краснотургинск» и «Вечерний Карпинск». И уже «Вечерний Карпинск», в свою очередь, на вчера написал, что в Херсонской области попали под обстрел мобилизованные из этих городов. При этом, насколько мы понимаем, из этого сообщения есть раненые и погибшие, но ни имен, ни официального подтверждения этой информации нет. Более того, в пропагандистские сетки Телеграм-канала выходят вот такое сообщение. Мол, «Вечерний Карпинск» лжет. Военкоматы опровергают это сообщение, а мобилизованные все еще проходят обучение и с ними поддерживают связь. При этом нам, военкомате, ничего подобного не говорили. С другой стороны, вот сообщение, опубликованное на странице ВВК того же «Вечернего Карпинска». Женщина ищет связь с мобилизованными, которых якобы уже отправили под Херсон. То есть уже кто-то прошел обучение и теоретически может находиться на фронте. Сопоставляем сообщения, которые приходили ранее, ранее об обстрелах и возможных ранениях и гибели, мобилизованных под Херсоном. Кажется, что действительно военнослужащих направили туда и мог среди них оказаться в том числе и Евгений Безяев. История очень запутанная. Вообще, когда в начале войны стали появляться первые сообщения о гибели российских контрактников, первое подтверждение мы получали как раз через региональные издания. Приходили официальные похоронки, родственники подтверждали информацию о гибели, или же эту информацию подтверждала администрация, после чего проводились публичные похороны. В этом случае есть несколько вариантов. Либо Евгений Безяев погиб, и это скрывается, поэтому и удаляются новости про новости изданий, сообщивших о возможной гибели Евгения. Либо о Безяеве ничего не известно, его потеряла военная бюрократия, иначе бы родственники не поднимали бы шум, а могли бы просто с Евгением связаться. Все-таки у многих военнослужащих, в том числе и мобилизованных, остается сотовая связь даже после попадания на фронт. Так или иначе, к сожалению, эта история вряд ли будет единственной, учитывая хаос, в котором проходит нынешняя мобилизация в России, которая сейчас, к слову, возобновляется уже в ряде областей. Лера? Да, Леш, спасибо большое. Судя по тому, что мобилизацию объявили еще 21 сентября, и были сообщения о том, что людей отправляют фактически... Из разных источников приходили сообщения о том, что людей фактически без подготовки отправляют на фронт. Есть ли какие-то все-таки подтвержденные свидетельства о других погибших, мобилизованных, или пока об этом ничего не известно? Ну, смотря, что считать официальным подтверждением. Но раньше, как мы считали официальные подтверждения, что мы считали официальным подтверждением? Сообщением регионального издания, которое публикует фотографию, которое публикует сведения с похорон, и так далее, и тому подобное. Насколько я понимаю, исходя из этих сообщений, считаются в частности журналистами BBC и других изданий количество умерших на войне в Украине. Сейчас по поводу этих мобилизованных, таких сообщений, насколько я понимаю, не приходило. По крайней мере, в Краснотуриинск таких сообщений, таких похоронок точно люди их там не видели, по крайней мере, не было официальных сообщений, официальных подтверждений. И тот факт, что родственница Анастасия, которая разговаривает с изданием «Итсмайсити», мама и жена, которые разговаривают с изданием «Вечерний Краснотуриинск», по сути дела, не знают, где находится их родственник. Они, видимо, тоже от каких-то странных источников получают сообщения, раз уж нам в 32-м полку не подтвердили гибель Евгения Обезяева. Это все больше просто похоже на хаос. И в дальнейшем, чем больше мобилизованных окажется на фронте, тем сильнее этот хаос будет. И, возможно, о многих смертях мы будем узнавать спустя очень долгое время. Но хорошо бы, конечно, чтобы этих смертей вообще не было. Это правда. Это был мой коллега Алексей Крастилев, который разбирался в странной, как выяснилось, истории, сначала объявленного первым погибшим, мобилизованным из Свердловской области, Евгением Обезяевым. Но потом выяснилось, что не совсем понятно, что с ним на самом деле произошло. Но мы действительно видим, что с начала войны родственники и контрактников толком не получали, не всегда, по крайней мере, получали сведения о своих близких, особенно о тех, кто долгое время числился и до сих пор числится пропавшим без вести. С ними вообще, конечно, невозможно ничего подтвердить. В эфире вечерние новости телеканала «Дождь».